МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моего отца хотят убить. Что же это вы меня так прям с порога пугаете? Не думала, что бывшего следователя можно так быстро напугать. Я пришла к вам, чтобы вы помогли мне предотвратить убийство. Мне рекомендовали вас как большого профессионала. Спасибо. Но прежде всего мне надо знать, кого хотят убить. Я же вам сказала, моего отца, Романовского Станислава Михайловича. А, так вы Маргарита. Это вы вчера звонили? Да. Алексей, мне срочно нужна ваша помощь. Боюсь, что у нас очень мало времени. Я опасаюсь, что все это может произойти прямо на юбилее. Так, давайте вы для начала успокоитесь и все расскажете по порядку. Да. Конечно, по порядку. Все началось с того разговора. Я тогда еще жила у отца. Мой брат Филипп с женой и Агния, это моя сестра, с мужем приехали его навестить. Большую мастерскую и свой собственный выставочный зал. Нет, Филипп, лучше сделать персональную выставку где-нибудь в Ницце. Да на эти деньги лучше недвижимость приобрести, где-нибудь в Ницце. Я бы уехала на Гарду, купила там домик и зажила в свое удовольствие. Агния, я не знал, что ты мечтаешь об Италии. Ну, на Гарду, так на Гарду. О чем это вы? Да это мы так, планы на будущее строим. Наследство, значит, делите. Если б мы знали, что все это время отец стоял на веранде и слышал наше излияние... Да никто ничего не делит, просто немножко помечтали. Интересные у вас мечты. Праведница нашлась. Тебе легко рассуждать. Ты же за Кирилла замуж вышла. Тебе отцовское наследство погодной не сделает. Но я же не виновата, что Кирилл богатый человек. Вот именно. А на нас богатство свалится только после смерти отца. Ой, это я вслух сказала. Вот значит как. Дожил. На старости лет узнать, что твои дети только и ждут, когда ты сыграешь в ящик. Сидят спокойно, делят наследство. Хочу напомнить, что я еще жив. А вот теперь будьте уверены, вы от меня и копейки не получите. А почему вообще зашла речь о наследстве? Ваш отец вроде бы еще не старый человек. Это верно. Но когда у него случился второй инфаркт, он сам поднял эту тему и сказал, что составил на нас завещание и заверил его у нотариуса. Вот после этого и начались все эти разговоры об этом проклятом наследстве. То есть вы считаете, что кто-то из родственников боится, что отец выполнит угрозу и всех вас оставит без денег? Именно так. Дело в том, что в нашей семье все финансово зависят от отца. Он действительно очень богатый человек. Так, фармацевтический бизнес, прибыльное дело. Сеть филиалов по всей стране. Но своим детям он всегда мало помогал. Как воздушно. А пойдемте прогуляемся. Отец хотел, чтобы мы добивались всего сами. Да, он устроил к себе фирму Агнию, ее мужа Леонида. Но зарплаты у них весьма средние, а запросы высокие. С Филиппом ситуация еще хуже. Отец мечтал, что брат продолжит его дело, но тот взял и поступил в Трогановское училище. Тогда папа вообще перестал ему в чем-либо помогать. И если бы не Карина… А Карина это кто? Жена Филиппа, у нее собственная галерея. Она-то, по сути, помогла брату состояться как художнику. То есть она обеспеченная женщина? Но не настолько, чтобы не мечтать о миллионах Романовского. Простите, но пока все это только ваше предположение. Мало ли, что отец сказал сгорячо. Но это были не просто слова. Отец действительно решил изменить завещание. Это катастрофа, мы нищие, просто нищие. Агния, может быть, ты что-то не так поняла? Ну, не идиотка же я совсем. Возможно. Я своими ушами слышала. Он на понедельник с нотариусом договорился. Значит, сразу после юбилея. Подождите, может быть, мы зря паникуем? Ну, кому он это наследство, кроме нас, оставит? Твои отца больше нет детей. Рухнет твоя семейная жизнь, сестренка. А ты только этого и ждешь. Ты думаешь, ты своей Карине без денег нужен? Нужен-нужен. Нужен. Давайте хоть сейчас не будем выяснять отношения. Нам надо подумать, что нам делать дальше. Может, с отцом нужно поговорить. Так, он тебя и послушает. Черт побери, должен же быть хоть какой-то выход. Не удивлюсь, если мы все подумали об одном и том же. То есть, вы считаете, что мотив для убийства есть у каждого? А вы сами кого-то подозреваете? Всех. Поэтому вы мне очень нужны. Я хочу предотвратить это преступление. Как вы себе это представляете? Вы поедете со мной на юбилей. В качестве частного детектива? Вы говорите по-английски. Немного. А многое не придется. Я представлю вас, как своего лондонского приятеля, который из Москвы, но после учебы остался жить и преподавать в Англии. А зовут его так же, как и вас, только на английский манер – Алекс. Я рассказывала о нем домашнем. Кстати, Алекс собирался прилететь в Москву, и отец говорил, чтоб он непременно приехал к нам. И что же, его никто никогда не видел? А как же фотографии в телефоне, друзья в соцсетях? К счастью, Алекса не интересуют в соцсети, а его фотографии я никогда никому не показывала. У нас в семье не принято делиться личной жизнью. Странная у вас семья какая-то. Не то слово. И все-таки это очень сомнительная идея. А по-моему, затея прекрасная. Двести тысяч рублей вас устроит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настроение не к черту. Сейчас еще перед твоими родственничками кривляться. Век бы их не видела. Филипп, переключи ты свой этот джаз. Уже просто голова болит. Филипп! А? Ну, конечно. Ты ведь меня даже не слышишь. Я просто думаю, зачем ты столько нарядов с собой взяла? О чем ты вообще думаешь? Я не понимаю. Завтра твой отец оставит нас без копейки. А тебе как будто все равно. Нет, мне не все равно. Что я могу сделать? Ну, не знаю. Хотя бы поговорить с ним. Ты его единственный сын. Пообещай, что бросишь эти свои мазюканьи, творчества, займешься бизнесом. Мой отец не дурак. Он сразу поймет, чего я добиваюсь. Только унизит лишний раз. Поймет, не поймет. В понедельник будет уже поздно. Если, конечно, он и впрямь до понедельника не доживет. На дорогу смотри. И как давно это продолжается? Ты о чем? О твоей тайной жизни, Леня. В смысле? Может быть, ты мне объяснишь, что это означает? Нашла случайно, в твоем столе. Ну вот, сюрпризы, а не получилось. Я не понимаю. Ну, чего непонятно? Договор купли-продажи. Я хотел приобрести маленький домик в Ницце. Уже внес предоплату. Я даже не думал, что ты мечтаешь об Италии. Значит, поедем вместе и присмотрим себе что-нибудь на озере Гарда. Все замечательно, но откуда деньги на столь дорогой сюрприз? Я взял долгосрочный кредит. Как ты собираешься его возвращать? Твоей зарплаты не хватит. Не волнуйся. Думаю, очень скоро деньги у нас будут. И зачем он приезжает? Он что, родственник? Ну, так совпало. Я давно обещала папе познакомить его с Алексом. А юбилей самое время. Тем более, в наших обстоятельствах. Я надеюсь, ты своего друга посвятила не во все наши семейные тонкости. Во-первых, это действительно совпадение. Алекс через несколько дней улетает в Лондон, а когда прилетит, неизвестно. А во-вторых, я не думаю, что ему будут интересны наши семейные дрязги с наследством. Почему? Потому что он прекрасно воспитанный человек. Даже зависть берет. Кто там еще притащился? Кто там еще притащился? Борис Сергеевич, старинный отцовский приятель. Кстати, известный хирург. Он когда-то отцу жизнь спас. Потом уехал за границу. Я его года три не видел. А недавно, говорят, женился. Видимо, это и есть его жена. Ничего такая, симпатичная. Как тебе здесь, Валечка? Красиво, просто как в Европе. Да, у твоего друга есть вкус. У моего друга есть все. Кстати, вот он. Приехал все-таки. Как же я рад тебя видеть, Борис. А ты все не меняешься, как мальчишка. Кто скажет, что седьмой десяток изменил? Какие страшные цифры ты говоришь. А это, как я понимаю, твоя жена Валентина. Можно просто, Стас? Очень приятно. Старик, у тебя потрясающая жена. Я знаю. А за старика ответишь. О. Я пойду, припаркую машину. Обещай не дать скучать Валентине в твоем отсутствии. Пойдем, я тебе покажу, Антон. Пойдем. КОНЕЦ О, твоя сестрица стервозная прикатилась со своим муженьком. Карина, а что тебе все время не имется? А что я такого сказала? Можно подумать, она обо мне лучше говорит. Я же молчу. Да, ты уж промолчишь. Беги, беги, встречай свою ненаглядную. Ну, угодил. Я сам собирался такое по каталогу заказать. А мне, говорят, уже нет. Купили. Опередил все-таки тестья. Станислав Михайлович, я же знал, что вашей коллекции не хватает. Решил порадовать. Ну, спасибо. Пойдем к остальным. Думаю, пора уже за стол садиться. Извини. Интересно, кто там? О, прямо день сюрпризов. Пойду встречу. Ну, дорогие мои. Прошу всех за стол. Алекс, ты все-таки приехал. Не может быть. Папа, я тебе рассказывала про него. Да, мы уже немного познакомились. Я поблагодарил нашего дорогого гостя за теплую поддержку Маргариты вдали от родины, на берегах туманного, холодного Альбиона. Да. У вас прекрасная дочь. Спасибо. Садись. Прошу. Садитесь. Садитесь. Благодарю. На. Дорогой Станислав Михалыч, Стас, в такой день принято что-то желать. Но что можно пожелать человеку, у которого все есть? Прекрасный дом, любимая работа, замечательные дети. Можно пожелать только крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, дорогой. Но, как видишь, твой тост особого восторга среди присутствующих не вызвал. Началось. Я что-то не то сказал? Что, Борис Сергеевич, папа так шутит. Давайте уже выпьем. А что-то вы все притихли, детки мои. Расскажите, какие у вас новости. Нет никаких. Но я думаю, после аудиторской проверки новостей будет хоть отбавляй. Агния, по-моему, в последнее время твой муж уж излишне рассеян. Тебе только так кажется, папа? Да, а как же по-другому объяснить ту странность в его отчетах? Может, сегодня не будем о работе? Юбилей как-никак. Ну, ты у нас о работе давно уже перестал думать. К счастью, у твоей жены хватает еще денег на твои художества. Пока. Стас. Стас, что-то мне твое настроение не нравится. Да мне самому не нравится. Тут у Алекса тост созрел. О, да? Да. Я давно не был в России, к сожалению. Но я очень рад, что на моей родине так бережно сохраняются семейные традиции. Станислав Михайлович. Подождите. Кажется, к нам гости. Вероника, а что она здесь делает? Всем здравствуйте. Вероника моя гостья. Пап, я не понимаю, что делает твоя секретарша за нашим семейным столом? Ну, мне тоже непонятно, что в нашем офисе делает твой муж. Всем известно, какой из него работник. Мне кажется, мы хотели выпить за семейные традиции. Да. Очень своевременный тост, тем более, что у меня есть для вас важное сообщение. Прошу любить и жаловать. Моя будущая жена и наследница моего состояния. Ты... Ты что, решил жениться? Пап, надеюсь, что это шутка? Сегодня я уже достаточно пошутил. Сейчас я абсолютно серьезен. Тихо, как на похоронах. Близок локоть да не укусишь. Верно? Ну что, давайте выпьем. Угу. Не чокаясь. Как за покойника. Отличная идея. Ну, а теперь десерт. Нет. С меня хватит. Нет. Пап, ну вот зачем ты сейчас? При гостях. Мне даже перед Алексом неудобно. Неплохой получился десерт, пап. Стас, ну ты даешь. В какое-то судилище свой юбилей превратил. Ну, перед кем я виноват, так это перед вами. У вас есть дети? Нет. Значит, вам больше повезло, чем мне. Мне кажется, ты сгущаешь краской. Если бы. Вы даже не представляете, что сейчас творится на улице. Да он рехнулся на старости лет, она ему во внучке годится. Поверить не могу, просто бред какой-то. Это просто какой-то дур на вкусе, жениться на секретарше. И не говори. Обхохочешься. Наша мачеха будет моложе нас. Конечно, кто же откажется стать вдовой Романовского? Карина! Что Карина? Скажешь нет? Да она только об этом и мечтает. А потом выйдет замуж за какого-нибудь красавчика типа тебя. Господи, что ты городишь? Слушайте, да какая разница, что она потом сделает? Главное, что мы мимо денег пролетели. Кирилл, скажи, а ты знал, что отца Роман с Вероникой? Конечно, знал. А почему ты мне ничего не сказал? Ну, во-первых, Станислав Михайлович свободный человек, это его личное дело. А во-вторых, я никак не думал, что это так далеко зайдет. Понятно. Мужская солидарность. Пойду извинюсь перед Алексом. Какие нежности. Ну что, мы так и будем стоять, сложа руки, смотреть, как уплывают наши деньги? Наши? Ты-то тут при чем? Да ладно, не придирайся ты, мы теперь все в одной лодке. А может… А может… Припугнуть эту Веронику? Наехать на нее посильней? Как же мне надоели эти рыночные замашки. Между прочим, я торгую предметами искусства. А раньше ты чем торговала? Картошкой и морковкой? Ты еще скажи, что я за прилавком стояла. Да ты знаешь, сколько у меня фур за день проходило? Все, хватит! Слушать вас невозможно. Можно подумать тебе все равно, что здесь происходит. Мне как раз очень не все равно. И все-таки, по-вашему, кто из гостей вызывает наибольшие подозрения? Ну, подозрения основываются на мотивации. А мотив есть. Практически у каждого. Ну, может быть, кроме его друга, Бориса Сергеевича, кажется. Да. Он для меня вообще темная лошадка. Не вписывается в нашу историю. Ему какой интерес в смерти друга? Меня сейчас больше всего беспокоит Карина. Она человек импульсивный, неизвестно чего от нее можно ожидать. Да, это я уже заметил. Ладно, Алекс, я пойду. Меня, наверное, Кирилл заждался. О, ну, наконец-то! Там твой муж тебя заждался, а ты тут со своим английским дружком. Да куда ты меня тащишь? Почему я не могу высказать то, что я думаю? Если каждый будет говорить то, что он думает, мы все поубиваем друг друга. Не знаю насчет всех, но я бы убила одну мерзавку. Или мерзавца. Боря, мы сейчас с тобой кое-что сообразим. Зачем ты это сделал? Что? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Детка, ты разве не рада, что я сделал тебе предложение? Ну, конечно, я рада. Только, ну, ты бы хоть как-то предупредил. А то сказал привезти тебе документы из офиса. Я приехала, а тут такое. И, может быть, не надо было вот так, при всех. Очень хорошо, что при всех. И замечательно, что никто не ожидал. Мои дети решили, что я уже старый, мне пора на кладбище. А я их вместо похорон приглашаю в ЗАГС. Вот они забегают. Я не хочу пропустить это шоу. Ты идешь? Нет, я, пожалуй, останусь здесь. Ну, как знаешь. А мне безумно любопытно. Передумаешь, приходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, Алекс, а Леонида не видели? Нет, я сам только что вышел. А вы что здесь делаете? Вообще-то, думаю. А вы почему оставили Кирилла одного? У него важный телефонный разговор с Канадой. Понимаю. Бизнес. Значит, он сейчас с вашим отцом? Нет. Отец наверху с Валентиной разговаривает. И я прошу вас присмотреть за ним. Я очень беспокоюсь. Пожалуй, вы правы. И все же я с вами не соглашусь. Не следовало так поступать с детьми. Вы многого не знаете. Но поверьте, мои дети прекрасно осознают, что делают и что говорят. Они вполне взрослые люди. И тем не менее, сегодня вы их очень сильно обидели. Если бы вы знали, как они обидели меня. Ну, на то и родители, чтобы прощать. Они должны быть мудрее. Извините, это весьма сомнительный аргумент. Иногда приходится быть жестким, чтобы люди поняли свои ошибки и заплатили по счетам. Даже когда это касается собственных детей? Пожалуй, вы правы. Я был несколько несдержан. Но мне тоже можно понять. Горько осознавать, что твои родные дети видят в тебе только мешок с деньгами. Вам, наверное, было тяжело с ними одному? Мне очень не хватает Ольги. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вот разведешься со своей стеркой, и мы будем вместе ДimaTorzok 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 Ну, вот. Ну, дорогие друзья. Ну, конечно. Старая университетская дружба. Что вы говорите? Да нет, ничего. Ну, прошу. Давайте выпьем за грядущие события. А что за события? Скоро все все узнают. Поверьте, зеркало разбилось не просто так. Я знаю, я чувствую, что-то должно произойти. Пожалуйста, не оставляйте отца. Ну, мне кажется, вы все-таки преувеличиваете опасность. Пока все, что я слышал, это пустые разговоры. Мне бы тоже хотелось бы так думать, но лучше лишний раз перестраховаться. Да, вы правы. Я когда рассказывала про нашу семью, я не упоминала Яну? Яна? А кто это? Она была подругой нашей мамы. Сама она давно уже живет за границей. Мы с ней переписывались, и однажды она упомянула про какой-то мамин дневник, что там хранятся семейные тайны. А какое это имеет отношение к тому, ради чего я здесь? А, вот вы где. Опять вместе. Кирилл, ты что, напился? А почему я не могу выпить? Сегодня такое событие. Видишь, я себя контролирую. А давайте выпьем вместе. Кирилл, мне неудобно за тебя. Ну, почему? Алекс, ты тоже не хочешь со мной выпить? Почему? С удовольствием. Мой отец зовет всех в дом! Алекс, вы, наверное, идите, а мы с Кириллом сейчас вернемся. Ой, жарко. Да, хорошо. Кирилл, что происходит? Ты с ним спишь? Ты в своем уме? А что я должен думать? Что? Я что, слепой? Я ничего не вижу? Когда появился этот, мне все стало ясно. Я действительно должна с тобой поговорить. Я честно собиралась, но я хотела сделать это после юбилея отца. Как это любезно с твоей стороны. Значит, я был прав. Вы с этим типом любовники. Нет, и никогда не были. Но... Нам нужно развестись. Ты мне можешь объяснить, что случилось? Я тебя не люблю. Прости. Прости. Ну, за твое здоровье. А, где все остальные? Вероника плохо себя чувствует, а остальные, видимо, решили, что у меня со здоровьем все в порядке. Пап, ну что ты такое говоришь? Мы все тебя очень любим. Только не надо врать. Все спят и видят, когда я коньки отброшу, особенно после моего сегодняшнего заявления. Я хочу спросить, в чем моя вина? Дети выросли, получили образование, дай бог каждому, и ни в чем не нуждались. Пора уже о себе самим позаботиться. А я имею право пожить так, как хочу. И деньги, честно заработанные, завещать не тем, кто их по ветру пустит, а моему будущему наследнику, который, надеюсь, продолжит мое дело. Ну, что вы так смотрите? Да, Ника ждет ребенка. Так что не такой уж я и старый, как некоторые думают. Вот тебя на. Ты скоро отцом станешь? За это стоит выпить. Нет, нет, за это пока рано пить. Плохая примета. Давайте помянем моего лучшего друга. Твой отец был большой ученый, а для меня больше, чем просто компаньон, больше, чем друг. Жаль, что его нет с нами. Ну, и вечерок сегодня. Кирилл, как назло, напился. Никогда его еще таким не видела. Думаю, он все-таки приревновал вас ко мне. Может, его в комнату отвезти? Да не нужно никуда никого везти. Сам придет. Так эта скука еще рожать собралась. Интересно, от кого? Калина, я прошу тебя, тише. Началось. Алексей, я все больше и больше переживаю за отца. Ну, полагаю, в этой ситуации логичнее было бы устранить его любовницу. Об этом я не подумала. Ну что ж, тогда спокойной ночи. День был тяжелый. Ночь тоже предстоит тяжелая. Да. Будем надеяться, ничего криминального не произойдет. КОНЕЦ 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 Я уж думала, вы спать легли? Да что-то не спится. Где Кирилл? Не знаю. Он так напился, что уснул прямо здесь, вот на этом диване. Не похоже на Кирилла. Ну, наверное, нервы сдали. Столько происшествий за это время. Я думаю, он еще никак не может оправиться от смерти отца. Да, для него это действительно тяжелая потеря. Вы хорошо знали Николая Алексеевича? Я больше помню его в юности. Ведь я уезжала надолго, а потом, когда вернулась, он уже погиб. Да. Нелепый и несчастный случай. Он был замечательный человек, талантливый ученый. Борис Сергеевич, вы ведь все втроем дружили. Почему папа создал фирму только с отцом Кирилла, а вы? Что, с ними не захотели? Это непростая история, но я хочу поговорить с вами о другом. Филипп! Господи, как вы меня напугали. Да я сам испугался. Слышу, внизу кто-то ходит. Пошел посмотреть. В Англии в домах часто водится привидение. В таком случае вам повезло. Вы же видели пьющее привидение. Не желаете присоединиться? Да нет. Ну, если сейчас еще и виски, утром у меня будет помятый вид. А я, пожалуй, выпью. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Что случилось? ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Как же так? За что? Я не могу в это поверить В голове не укладывается, такая молоденькая Тебе плохо? Просто нервы Она не могла умереть Маргарита не могла умереть Ее убили Что ты говоришь? Полиция считает, что она могла Подскользнуться, оступиться на мокром полу Удариться головой о бортик бассейна И от шока захлебнуться А что она делала в бассейне? Это вы ее убили Филипп Да что ты говоришь? Вы его не слушайте Он просто расстроен, сам не понимает, что говорит Тихо! Тихо! Вы ее убили Я тоже не верю Частный детектив Алексей Переверзев Мою Она думала, что вас хотят убить Господи Да с чего она это взяла? Сейчас это уже не важно Но она была уверена, что есть основания так думать Бедная девочка беспокоилась обо мне В результате сама погибла Слушайте, Алексей Коль уж так вышло, что вы стали свидетелем этих событий Я вас прошу начать расследование Я не хочу вмешивать в семейные дела полицию Мне главное выяснить, убийство это было или нет И пока мы это не выясним Ни один человек не покинет моего дома Это что, арест? Считайте, что арест Стас, это уже слишком Пап, ты с ума сошел Да я сейчас же уеду отсюда Можете возмущаться сколько угодно Но первого, кто покинет этот дом Я обвинил в убийстве и заявлю в полицию По-моему, это произвол В общем, это решение обсуждению не подлежит Чем быстрее мы узнаем правду, тем быстрее вы уедете из этого дома Я вот о чем подумал А что, если кто-то действительно замышлял ваше убийство? Рита узнала об этом Рита узнала об этом И этот кто-то ее убил Кому же нужна была ее смерть? Это нам и предстоит выяснить Ну, посудите сами Когда мы нашли Маргариту На ее теле не было следов насилия О, Господи Дверь в гостевую не была взломана Следовательно, она спустилась в бассейн сама И там не поскользнулась, как предположила полиция Ударилась о бортик бассейна и утонула А кто-то напал на нее Вы полагаете, что мою дочь утопили? Если нет следов борьбы, то выяснить это невозможно Совершенно верно, Борис Сергеевич Именно поэтому Мне нужно всех вас опросить Да это Агния всегда завидовала своей сестре Мало того, что Маргарита красавица, так еще и замуж вышла За умного, успешного А вы выходили ночью из комнаты? Вы что, меня подозреваете? Мы с женой никуда не выходили Кирилл во всем виноват Это ж надо так было напиться вчера Уснул на диване, проспал до утра Я вообще не понимаю, кому нужно было ее убивать У Маргариты были прекрасные со всеми отношения Вот только с Леонидом Не хотелось бы выносить ссор из избы, но Дело в том, что Маргарита была аудитором И подозревала Леонида в финансовых махинациях О чем вы говорите? Какие махинации? Я маленький винтик в этой компании От меня ничего не зависит А вы всю ночь провели в своей комнате? Не естественно Мы с женой вообще уснули только под утро Все не могли успокоиться после вчерашнего Поверьте моему жизненному опыту Кто больше всех играет на публику, тот определенно что-то скрывает Я бы на вашем месте присмотрелся к этому Рыдающему Филиппу Филипп Мухи не обидит А вот его жена, та способна на многое ради денег Я вообще думала, она ее убьет Кого? Как кого? Веронику, конечно Постойте А может быть Маргарита узнала, что Карина решила убить Веронику И та решила от нее избавиться Как от ненужного свидетеля Заманил ее в бассейн, а потом Спасибо, я понял Заманил ее в бассейн Я хочу уехать отсюда Девочка моя, к сожалению, это пока невозможно Почему? Они все ненавидят нас И меня, и тебя Но я хочу докопаться до правды А я тут при чем? Вероника В данной ситуации Я не могу сделать исключение даже для тебя Дети меня не поймут Твои дети хотят тебя убить Прости Прости, я Я просто очень боюсь за тебя Ничего, когда все образуется, я сразу отправлю тебя в Париж А ты? А мне сейчас Не до отдыха Бедненький А знаешь что? А я тогда тоже никуда не поеду Я не оставлю тебя тут одного Спасибо Я спросить тебя хотела Ты вчера специально про ребенка сказал? Очень поздыть хотелось А что, я собственно не брал У нас с тобой обязательно будет ребенок Сын Наследник Чтобы можно было кому передать состояние Да Значит Для всех я беременна? Да, да Простите, Станислав Михайлович Мне нужно с вами поговорить Что-то я ничего не понимаю Вчера никаких проблем не было А сегодня вы мне такое говорите Так получилось, я сам не ожидал Но теперь вряд ли я смогу достать вам эти бумаги Но вы понимаете, что тогда вам придется вернуть деньги? Понимаю, но сейчас у меня их нет Я внес аванс за дом Так заберите Извините, меня это совершенно не волнует Либо документы, либо деньги Я не сразу сообразил про камеры видеонаблюдения Хорошо, что записи сохраняются Что там делал Филипп? Мы расстались на кухне уже ночью Он выпивал и сказал, что пойдет спать Но не пошел Как видите И на опросе об этом умолчал Стоит вмешивать полицию? Мало оснований Предлагаю еще понаблюдать Может он что-то видел? Но от вас скрыл Именно А где еще на территории установлены камеры наблюдения? У ворот, на крыльце И с обратной стороны дома Но она давно не работает Ясно Ты сегодня ничего не ел? Не хочу Ну так ведь нельзя Я понимаю, это очень больно потерять сестру Но с другой стороны, если здраво рассуждать, на одного наследника меньше Как ты такое можешь говорить? Ты что, совсем свихнулась от жадности? Оставь меня в покое Пойду принесу тебе успокоительное У всех свое успокоительное У всех свое успокоительное Вам плохо? Что? Это я для мужа А, понятно Моя Валечка тоже до сих пор прийти в себя не может Да, если понадобятся какие лекарства, то у меня с собой всегда полный арсенал Спасибо Спасибо Учти, я вчера все слышала Я не понимаю, о чем вы Не прикидывайся дурой Он на тебе никогда не женится Если вздумала разбить семью, то у тебя ничего не выйдет И если ты встанешь у меня на пути, мало не покажется Я предупредила Что с тобой? Еще что-то случилось? Господи, я в этом доме даже пить боюсь Ну, ничего Она меня еще не знает Я ей устрою Ты о ком? Об этой Веронике, чтоб ее Ну, никто не сомневался, что она позарилась на папочкины деньги Конечно, зачем ей старик, когда у нее есть молодой любовник Ты серьезно? Ты знаешь, кто он? Конечно, знаю Это мой муж Филипп? Ты этого не может быть Ну, я тоже думала не может, пока сама своими ушами не услышала, что он собирается со мной развестись А жениться на этой... Прости господи, знаешь что, я сейчас пойду к нашему любимому тестю и все ему о ней расскажу Погоди, погоди, ты что хочешь сказать ему, что Филипп и Вероника любовники? Вот так и скажу Ну, ты же умная женщина, ты же знаешь, что потом будет Да, он ее выгонит Ага, и оставит его Филиппа с голой задницей Я об этом как-то не подумала Как хорошо, что я тебя встретила Вот бы я сейчас наломала дров Ты умница? Дурак я Ой, зачем я тебя отговаривал Так бы, Веронику за шею, Филиппа по боку И стала бы моя Агния единственной наследницей Эх Я надеюсь, ты пошутил? Ну, конечно, пошутил Эх Зачем я приходила? А Успокоительно Это наша мама Красивая, правда? Красивая Извините, что я без спроса взяла из буфета Ничего Она умерла Бедная Нелегко вам, наверное, пришлось Да знаете Когда ее не стало У нас как-то и семьи не стало Папа все время работал Для него бизнес важнее всего А мама Нам ее очень не хватает От чего она умерла? Разбилась на машине Мы тогда все в разъездах были Маргарита вообще за границей училась Что там произошло, нам точно не рассказали Но что-то ужасное Ее хоронили в закрытом гробу А теперь вот Рита 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 Станислав Михайлович, что-то случилось? Не-не, Станислав Михайлович, я хотел поговорить с вами. Станислав Михайлович, там в гостевой комнате как будто что-то искали. Вам лучше самому посмотреть. Подождите нас там. Мы сейчас с Алексеем быстро закончим одно дело и поднимемся. Хорошо. Интересно, что здесь искали. Наверное, хотели уничтожить улики. И вот еще что. Пока нельзя ничего трогать, я должен все осмотреть. Я не могу этого видеть. Вы сказали улики. Значит, здесь побывал убийца? Пока не знаю. И да. Давайте пока сохраним это от остальных в тайне. А что здесь происходит? Ну все, теперь скрывать это бесполезно. Что скрывать? Значит, никому нельзя об этом говорить? Да, так будет лучше. Прежде хотелось бы выяснить, кто из присутствующих в доме мог оказаться в этой комнате. Я вот, к примеру, вообще не поднималась на третий этаж. Все подтвердят. Да? Тогда что же вы там делали? Искала своего мужа. Я думаю, Алексей, вам нужно с каждым поговорить и выяснить, кто где находился. А у тебя, Кирилл, кажется, было какое-то важное дело ко мне? Да. Пойдем. Так, где же все-таки Филипп? Заперто. Пройдем через мою комнату. А у тебя, Кирилл. Вы хотели со мной поговорить? Да, и не только я. Вообще-то вас Карина ищет. А чего меня искать? Я давно здесь сижу. Один? С некоторых пор мне лучше быть одному. Понимаю. А скажите, вчера, когда мы с вами расстались, вы сразу же отправились к себе? Да. Никуда больше не заходили? Нет. А вы что, меня подозреваете? Конечно. Я всех подозреваю. И, господи, я не понимаю, кому нужно было ее убивать. Я правда не понимаю. Вы знаете, я сегодня много думал об этом. И я уверен, что ее убийство не было запланированным. Очень жаль. Я думал, ты передумаешь. Нет. А после смерти Элиты я совсем не могу здесь оставаться. Хочется поскорее уехать. Я тебя понимаю. Ты же знаешь, что твой отец был для меня как брат. Мы вместе создавали нашу компанию. Я думал, что после его смерти ты продолжишь дело отца. Ты пойми, мне не на кого опереться. Агния зациклена на своем муже. Выше бухгалтерии она не прыгнет. Леонид очень ненадежный человек. А Филиппу вообще наплевать на бизнес. Если ты уйдешь, я останусь совсем один. Я прошу тебя, не торопись. А если все-таки предположить, что убийца хотел избавиться именно от Маргариты, кому это могло быть выгодно? Я даже не представляю. Нет, ну если только... Этого не может быть. Это бред. Что вы имеете в виду? Я никого не хочу оговаривать, но Маргарита со мной недавно делилась своими подозрениями. В общем, из компании кто-то уводит деньги. А это были только подозрения, или она показала какие-то документы? Да нет, какие документы, я в них все равно ничего не понимаю. Просто Рита не такой человек, чтобы говорить попросту. Наверняка были какие-то основания. Ну и позвольте еще один вопрос. Когда вы узнали, что у Вероники отношения с вашим отцом? Как и все на юбилее. И как вы к ней относитесь? Ну, как художник, я отца понимаю. Она очень привлекательная девушка. Да-да. Но ведь ей перейдет все наследство вашего отца. Ну, от этого она не станет менее привлекательной. Да-да. Ну и позвольте тогда еще один вопрос. Почему вы решили заговорить с женой о разводе именно после юбилея? Что? Вы что, подслушивали? Да, это моя работа. Я не желаю об этом говорить. Это касается только меня. Извините, меня зовут. Не хотела тебе говорить, но я больше не могу молчать. Это я нашла тогда на воде бассейна того самого. Что, тоже в сыщике заделывалась? Как вы мне все надоели! Сейчас же привет! Ты что-то отсюда брала? Нет, ничего. Давай договоримся. Без меня ты тут ничего не трогаешь. Хорошо? Конечно. Кто у нас доктор? Я. И лекарства тебе буду давать. Я. Ты не переживай, после похорон я сразу займусь документами. Думаю, что много времени не потребуется. Спасибо, что вы меня поняли. О чем ты говоришь? Ты же мне как сын. Станислав Михайлович. Да, да. Станислав Михайлович, у меня появилась новая информация. Проходите сюда. Хорошо, что вы тоже здесь. Помните, Маргарита говорила об аудиторской проверке, которую хотела провести на фирме? Да, конечно. Так вот, я думаю, один человек очень боялся этой проверки. Если вы кого-то подозреваете, говорите прямо. А сегодня утром Кирилл уже называл имя этого человека. Леонид? Вы с ума сошли? Это как вам это в голову пришло? Я убил Риту! Да мне такое в страшном сне провидеться не могло. Нет, а главное, за что? Успокоились. Вас пока никто ни в чем и не обвиняет. Да, конечно. Мы просто пытаемся разобраться. Ну так разбирайтесь. А не обвиняйте ни в чем не повинного человека. Вы знали о том, что Маргарита подозревает вас в хищении денег? Подозревать можно сколько угодно. А где доказательства? Вы так уверенно говорите, потому что они у вас на руках. Что? Я вообще не понимаю, о чем вы? О тех документах, которые вы украли из гостевой комнаты, где ночевала Маргарита. Да вы что, вы все сговорились что ли? Какие документы? А, я кажется понял. Наш великий сыщик решил из меня козла отпущения сделать. И Маргариту я убил, и документы украл. Что еще? Зеркало разбил? Или может старуху процеджицу зарезал? Конечно, конечно. Все валите на Леонида. Он ничего не скажет. Он же здесь никто. Все, хватит. Мне надоел этот ширк. Мне тоже надоел. Вы мне сначала доказательства предъявите, а потом обвиняете. Леонид! Может действительно это не он? Тогда кто же? Да, действительно, Леонид идеальная кандидатура. Настолько идеальная, что даже не верится. Ну как ты? Спасибо, Боря. Со мной и правда все в порядке. Хочешь, давай уедем отсюда? Плевать на его запреты. Возьмем машину и уедем. У меня твое здоровье важнее. Я хотела бы остаться. Но со мной ничего серьезного. Все прошло. Я так долго искал тебя. Не могу опять потерять. Надо было мне приезжать одному. Хочешь, пойдем в дом? А-а-а, я здесь посижу. Да со мной правда все хорошо, иди. Лень, погоди! Ты объяснишь мне, что происходит? Лень, что происходит? Лень, что происходит? А это ты у своего отца спроси. Он и про меня, и про тебя, и про всех нас такое расскажет. Так ты толком-то объясни? Да что объяснять? Я убил твою сестру и украл у нее какие-то документы. Бред какой-то. Вот и я думаю, что бред. А не ты ли надо умила сестру аудиторскую проверку провести? С чего ты взял? Да все вы тут лицемеры. Как же меня это все достало? А отец на тебя полицию заявит? А мне уже все равно. Ма! Идиот! Агния! Агния! Вы поругались? Да нет, просто в очередной раз выясняли отношения. Ну, это не мудрено, сейчас все на нервах. Ну, ничего, помиритесь. Да мне уже как-то все равно. Вы считаете, что он вас не любит? Уже давно. Мне вообще кажется, что меня, кроме мамы и Филиппа, никто никогда не любит. С братом всегда были теплые отношения. С Маргаритой сложнее. Наверное, потому что ее довольно рано в Лондон отправили. А вот отцу мы никогда не нужны были. У него на первом месте была работа, на втором месте тоже работа. Ну, по-моему, вы очень строги к своему отцу. Содержать такую большую семью очень непросто. А он и обеспечивал вас, и образование дал. Да, но взамен он требовал беспрекословного подчинения. Он заранее за нас все решил. Где учиться, где работать, кого любить. Сначала его разочаровал Филиппо, потом я. Пожалуй, только Маргарита все в жизни сделала так, как он хотел. Окончила университет, стала прекрасным аудитом. Вышла замуж за его компаньону. Вы недолюбливали Маргариту? Нет. Просто мы с ней слишком разные. Вы считаете, я ее могла убить? Да нет, что вы. Я ни о чем таком не думала. А я думаю сейчас. Каждый задает себе вопрос. Кто из нас убийца? Вот кому я искренне желаю сломать себе шею, так это Вероники. Подожди. Подойди-ка сюда. Посмотри. Вот. Что это? Это то, что у тебя останется после развода. Ты хотела меня унизить? Ну, зачем ты так? Я просто хотела тебе показать, что этого не стоит делать, иначе ты потеряешь все. Она бы не развелась и не вышла за тебя замуж. Откуда ты знаешь? Что ты вообще про это можешь знать, чтобы так говорить? Я знаю, что я люблю тебя. И не хочу, чтобы тебе было больно. Вот, смотри. Знаешь, что это? Это наш брачный договор. А дальше решай сам. А дальше решай сам. А дальше решай сам. Это ты? Фанк! Да пойми ты, он всё выдумал. Ну не жду я никакого ребёнка. Наверное, просто позлить вас хотела. Поехали! 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 Поехали. Скорее сюда! Леонида убили! Ну что? Я не могу уйти кровью. Господи, что с ним? Жив. Похоже на сильное сотрясение от удара каким-то тяжелым тупым предметом. Нужно вызвать врача. А я, по-вашему, кто? Он жив, только без сознания. Рана, слава Богу, не глубокая. Как же он ухитрился так упасть? А он не сам упал. Ему помогли. И ударили его вот этим самым тяжелым тупым предметом. Это из же моей коллекции. Его хотели убить? Надо его куда-то перенести. Что у вас там? Наша бывшая детская. Отлично. Помогите. Стой. Ситуация еще больше запуталась. Все подозревали Леонида, оказывается, напрасно. Я же говорил, слишком идеальная кандидатура. А у кого еще есть доступ к вашему кабинету? Да и в мыслях не было его запирать. Ну, может, стоило это делать? Да теперь-то что? Послушайте, вам не кажется, что нужно вызвать полицию? Может быть, в дом проник какой-нибудь маньяк? То есть, вы не допускаете мысли, что он среди нас? Ну, это было бы ужасно. Ужасно сидеть и не понимать, что тут происходит. А что тут не понимать? Кто-то методично убивает всех наследников. Тогда в первую очередь убили бы меня или сестру. Ну, знаешь, кто первый под руку попал, с того и шарахнули. Как он? Я сделал ему укол. Пусть немного поспит. Он так и не пришел в себя? Пока нет. На всякий случай я запер его на ключ. Ясно. И все же в последнее время у вас с Леонидом начались кое-какие проблемы, так? Вы же не будете утверждать, что вчерашнее разбитое зеркало – это случайность? Или, к примеру… Мы прервемся, но мы не закончили, я вас еще приглашу. Кто-то рылся в моем сейфе. Что-то пропало? В том-то и дело, что нет. А чего ж вы так волнуетесь? Сейчас объясню. Нет, я не могу ни есть ни пить в этом доме. Вдруг там яд? Спасибо. Карина, успокойся! Да как я могу успокоиться, если в доме среди нас убийца, и он может меня убить? Хорошо. Тем более я догадываюсь, кто это. Ты с ума сошла? Ты считаешь, что я убила Маргариту? Нет. На самом деле ты хотела убить отца. А Маргарита что-то узнала, поэтому ты ее утопила. И до мужа ты добралась. Ты точно сумасшедшая. Мужа-то за что? Она его любит. Любит. Да она его ненавидит. Что ты сказала? Что слышала? И что же тогда означали твои слова? Отлично. Теперь у меня есть все доказательства, чтобы оставить этого мерзавца без копейки. Интересно, это ты только что придумала? Посмотрите на нее. Она еще меня обвиняет. Пока вас не было, Карина раскрыла оба преступления. Она знает, кто убийца. Вынужден разочаровать вас, дорогой Пинкертон. Я пока не знаю, кто убийца. Но точно знаю, что преступление не связано между собой. Ну, а как тут дела? Надеюсь, ничего страшного не произошло? К счастью, нет. А Леонид еще не пришел в себя? Угу. А ты что такая бледная? Мне как-то не очень хорошо его. И кружится голова. Нужен свежий воздух. Там наверху есть балкон. Давай я тебя провожу. Спасибо. Ну, надо же, какая идиллия. Ты как ее прямо в спальнику проводишь? А папочка против не будет? Карина, ты с ума сошла? Это я тебя хочу спросить. Ты с ума сошел? Обнимаешься тут при всех с этой потаскухой? Что ты сказала? Я могу повторить. Да на тебе пробы негде ставить. Карина, это переходит все границы. Да что ты? Ты гадина. Ты что сама? Уберись от меня. Можете делать со мной все, что хотите. Я иду собирать вещи. Она что, действительно может уехать? Да никуда она не уедет. По истериту успокоится. Дорогая моя, с тобой все в порядке? Да, нормально. Просто хотела побыть наверху на свежем воздухе. Пойдем, я тебя промаху. Пойдем. Спасибо. Тихо, тихо. Идиотка твоя сноха. Тихо, все в порядке, все в порядке. Не волнуйся. Там все садятся пить чай. Пойдем? Не хочу. Первый раз вижу, как ты плачешь. Просто внутри как будто что-то оборвалось. Устала я, понимаешь? Так ты хочешь развестись с Леней? Я его слишком любила. А он пользовался мной. Отец был прав, когда выступал против нашего брака. Но мне тогда было бесполезно что-нибудь говорить. Я сама себе стала обертительна. И нормальной женщиной превратилась в воронойка. Проверяла его телефон. Взломала электронную почту. Устроила за ним тотальную слежку. В конце концов, я сказала себе, хватит. Так больше продолжаться не может. Надо разводиться. Но за все мои мучениями так хотелось его отомстить. Какое счастье, что Отец настаивал на том, чтобы ему подписали брачный контракт. Мне оставалось только доказать его неверность. И он оставался безо всего. Так ты не собиралась его убивать? Честно, мысленно много раз. Но ты же не думаешь, что это действительно сделала я? Конечно, думаю. Как я хочу отсюда уехать. Здесь все в роту. Абсолютно все. Алексей, скажите честно. Вы хоть немного приблизились к разгадке этой чудовищной истории. Все напряжены до предела. Боюсь, скоро начнут убивать друг друга просто так. Я думаю, что до этого не дойдет. Как там Вероника? Вроде немного успокоилась. Станислав Михайлович, может вы напрасно затеяли это расследование? Маргарита действительно подскользнулась и утонула. Леонида в поры в ревности ударила жена. А мы тут сидим и в каждом видим потенциального убийцу. Это ужасно. Кстати, а где Агния? Пиздея. Продолжение следует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Простите, а вы к кому? А, я к Романовскому на юбилей. Яна? Боря, привет. Что здесь происходит? Ты как раз вовремя. У нас тут не юбилей, а сплошные похороны. Стас умер. Слава богу, жив. У него сердечный приступ случился. Я сделал ему укол, он сейчас спит. А кто тогда умер? Вероника, ты же ничего не знаешь. Здравствуйте. Я помешал вам? Алексей, это Яна, хорошая знакомая Романовских. Насколько я понимаю, ты только что из-за границы. Да, я вчера только прилетела. Это Алексей, частный детектив. Очень приятно. Пойдем прогуляемся. Я тебе все объясню. Боря, какой ужас. У меня в голове не укладывается. Две молодые женщины и обе. Я Риту плохо знала. Она практически не была дома и училась где-то за границей. А Вероника невеста Стаса? Да. Как-то не сложилось у него с личной жизнью. А я забыл, ты когда во Францию уехала? Лет десять назад? Пятнадцать. А сейчас одна в страну прилетела? Муж с дочерью остались в Париже. Я не понимаю, детектив-то здесь зачем? Видишь ли, Стас не верит, что его дочь умерла своей смертью. А теперь еще невеста. Он что, вместо полиции вызвал детектива? Это не он вызвал. Это Маргарита. Маргарита? Да. Ну, я вообще ничего не понимаю. Честно говоря, мы сами тут не совсем понимаем, что же произошло. Значит, вчера в момент падения все находились здесь. Совершенно верно. Прекрасно. Подпишите. Вот здесь, внизу, с моих слов записано, верно. Ну, как говорится, примите мои искренние соболезнования. Бедная девочка. Зачем надо было по дому на таких каблучищах ходить? Молодежь, у них мода такая. Ну, что ж, картина более-менее ясна. Хотя, конечно, хотелось бы побеседовать с хозяином дома. Да, только попозже. У него сердечный приступ, я говорил. Да, не повезло. Вы говорили, они пожениться собирались? Угу. Да, с такой лестницы упасть никто костей не соберет. Вон у меня жених на свадьбе в соседнем селе прямо, так сказать, на собственном мероприятии свернул себе шею. И тоже с лестницы. А фига спрашивается, такие хоромы строят? Вот раньше люди жили в деревнях, и если падали, то только с печки. Да, надеюсь, что вскрытие ничего такого не покажет. Что вы имеете в виду? Ну, что действительно имел место в несчастный случай. А то ведь, знаете, второй несчастный случай подряд. Я понимаю, это выглядит странно, но... Посоветуйте хозяину продать дом. Что? Место гиблое, ничего хорошего не жди. Не знаю, я бы продал. Или шамана какого-нибудь позвал. Дом почистить. А еще лучше батюшку. Знаете что, надумайте, вот моя визитка, звоните. Хорошего батюшка гарантирую. Здоровья. Да. Я знаю, о чем вы все думаете. Вы думаете, это я ее убила. А я так же, как все, вышла на шум. Успокойся, никто так не думает. Вероника случайно упала с лестницы. Иначе следователь сразу завел бы дело. И завел бы. Если бы хоть кто-то сказал, что Карины в тот момент на веранде не было. И тогда бы, милая моя, ты бы стала подозреваемой номер один. Кто? Я? А ты-то сама где была? На кухне. И меня там все видели. Интересно, кто это все, если все были на веранде и вообще что-то на меня набросилось? Да тут буквально каждый просто мечтал избавиться от этой Вероники. Ну-ну-ну, не надо обобщать. Одно дело говорить, а другое делать. Ну, конечно, как в старом анекдоте. Это были два разных человека. Послушайте, давайте не будем обвинять друг друга. Лучше спросим профессионала. Алексей, вы действительно допускаете мысль, что Веронику могли убить? Ну, я одно могу сказать. Если это и было убийство, то непреднамеренное. Опять двадцать пять. А я о чем? Выскочила, наговорила всяких гадостей. Вероника, конечно же, ответила. Вот Карина ее и столкнула. Да, и Леонида я ударила, и Маргариту утопила. Давай, вали, все в одну кучу. Может быть, мы для начала успокоимся? Напоминаю, три случая никак не связаны между собой. То есть вы хотите сказать, что преступление совершили три разных человека? Нас здесь шестеро. Поздравляю, друзья мои. Каждый второй из нас убийца. Ну, не будем пугать присутствующих такими убийственными заявлениями. А знаете, в чем парадокс? В смерти Риты не был заинтересован никто, но подозревать можно каждого. А вот от Вероники мечтали избавиться многие. А подозревать можно только одного. Да что ж такое? Между прочим, на втором этаже и твой Ленечка был тоже. Да, кстати, о нем-то мы забыли. Нет, не забыли. Леонид сейчас лежит без сознания. Так что из списка подозреваемых его можно исключать. Здравствуйте. Яна, сколько же мы не видели? Агния, пятнадцать лет. Филипп, вас не узнать. Зато вы совершенно не изменились. Ну, вам есть тут что обсудить, а мы с Борисом Сергеевичем пойдем проведаем Леонида. Да, вы правы. Может быть, он уже пришел в себя. Угу. У него тупая травма левой лобной области головы. Боюсь, это может вызвать агназию. И тогда мы ничего не сможем у него выяснить. Я надеюсь, что мозг все-таки не пострадал. Как вы себя чувствуете? Уже ничего. Только голова раскалывается. Ну, не мудрено после такого удара. Вам еще повезло. Все могло закончиться гораздо хуже. Куда уж хуже. К сожалению, есть куда. Что-то еще произошло? Я думаю, ему можно сказать. У нас произошло несчастье. Вероника упала с лестницы. Она жива? Значит, бедной девочки больше нет? Это ужасно. У нас есть одно предположение. Только если падение Вероники на самом деле не было случайностью, возможно, на вас и на нее напал один и тот же человек. Вам не удалось рассмотреть, кто это был? Нет. Не помню. К сожалению. А ведь он врет. Удар пришелся так, что он просто не мог не видеть нападавшего. Значит, он не хочет его сдавать. Или просто боится. Хотите, поделюсь соображениями? Любопытно. Давайте найдем укромное местечко. А отец нам не говорил, что вы приедете. А он меня не приглашал. Я решила сделать сюрприз. Сто лет не была на родине, вот решила приехать. Да. А у нас тут такое. Да, мне Борис рассказал. Вы-то как? Яна, вы же с дороги. Может быть, хотите что-то перекусить? Да нет, пожалуй, только кофе. Я попрошу, чтобы вам сварили. А можно я сама сварю? Все равно такой, какой я, у меня здесь никто не сделает. Я покажу, где. А если нет корицы, то можно просто черный перец или мускатный орех. Где у нее тут эта специя была я? Да я тут, сами понимаете, редко хозяйничаю. Можно у Тони спросить. Антонина. Она еще здесь работает? Да, отец не любит менять прислугу. Она до сих пор здесь всем заправляет. В магазин уехала за продуктами. Да, Стасу повезло. Сейчас найти верных людей не так-то просто. Яна, а вы же очень дружили с моей мамой. А что? Ну да, очень дружили. Были соседями по даче. Даже несмотря на разницу в возрасте. Я ведь тогда только школу закончила, а Ольга уже успела диссертацию защитить. Я ее тогда считала такой мудрой, такой понимающей. Очень много я ей рассказывала. Даже то, что маме не могла рассказать. А я ей рассказывала. О, вот она. Нашла. Значит, вы очень любили мою маму? Да, очень. А почему вы тогда не были на похоронах? Потому что мне очень поздно об этом сообщили. И я не смогла приехать. Коль, чуть не убежал. Спасибо, что пытаешься меня защитить. Ты тоже думаешь, что это я сделала? Нет, я так не думаю. Хотя бы сейчас не обманывай меня. Почему же так все несправедливо, а? Я всю жизнь впахивала. Работала, как лошадь. Я с ноля создала свой бизнес. Да, я возила картошку фурами по всей стране. Но в какой-то момент мне надоело. Мне надоело ругаться, торговаться, что-то кому-то доказывать. Потом опять ругаться. Я себя чувствовала каким-то мужиком. У меня на тот момент уже были деньги. И я спросила себя, а чего ты сама хочешь? Знаешь, в детстве я ходила в художественную школу. Ты? Да. Почему ты мне никогда об этом не говорила? Потому что ты никогда меня об этом не спрашивала. Я пыталась выбраться из этого мрака и прожить совершенно другую жизнь. Я до сих пор помню первую картину, которую продала в «Леловые сумерки». Я тогда совершенно не разбиралась в авангардном искусстве. Эта картина напоминала мне о моем прошлом. А сейчас о нем не без конца напоминают твои родственнички. Я для них навсегда останусь уличной торговкой. Зачем ты говоришь так об этом? Потому что это правда, да. Но самое обидное то, что ты никогда не оценишь того, что я для тебя сделала. Да. Ты станешь знаменитым художником и всю жизнь будешь уеваться за этими молодыми красотками, типа этой Вероники. А я тебе, по сути, никогда не была нужна, как женщина. Карина, это серьезный разговор. Честно, я не готов сейчас об этом говорить. Только я не понимаю, зачем приплетать сюда Веронику? Ну, конечно, прости. Извини, что я потревожила ее память. Как говорится о мертвых, либо хорошо, либо никак. А я ее даже теперь ненавижу. Но клянусь в том, что она погибла, моей вины нет. Но у меня есть еще кое-что. Что именно? То, что я нашла в бассейне в тот день, когда вас с ней застукало. Опять одно и то же. Опять одно и то же. Но ведь одно и то же. Боже, у меня же родных никого не осталось. Даже приехать некому было. А здесь у вас так и остались эти книги? А? Что? Книги? Да. Я не знаю, открывал кто-то эти шкафы с тех пор или нет. Ян, простите, я вас ненадолго оставлю. А что это вы там делаете? Яна? Ты что, не собираешься об этом говорить? Если я расскажу об этом, придется признаться и в остальном. Хочешь, скажу, что это сделал я. Зачем признаваться в том, что ты не делал? И потом, прежде чем поднимать эту тему, я хочу во всем до конца разобраться. А что это Яна? Что Яна? Как ты думаешь, зачем она приехала? Ну, юбилей к отцу. Не думаю. Ей что-то нужно. О чем ты говоришь? Что ей от нас, может быть, нужно? А я не говорю о нас. Подожди, почему ты во всем видишь какой-то умысел? Хорошо, я тебе объясню. Вот представь, ты приезжаешь в гости, а здесь умерли два человека и по дому ходит частный детектив. Что ты сделаешь? Выразишь свои соболезнования, постараешься побыстрее убраться от этого кошмара. А она даже не думает уезжать. Ну, не знаю. Все-таки она подруга нашей мамы. Кстати, я спросила ее, почему она не была на похоронах. Знаешь, что она мне ответила? Ну? Что она давно была за границей, и об этом никто не сообщил. И вид у нее при этом был какой-то растерянный. И она не смотрела в глаза. Ну, мало ли, какие у человека были причины. Вот я и хочу выяснить, что это за причина. Я просто подумала, тайник больше никому не понадобится. Ну, то есть вы все это время знали о тайнике? И что? Я ж не вор какой-то. Хорошая прислуга. Если что знает, должна молчать. Поэтому я столько лет в этом доме и живу. Да. Когда Ольга показывала мне тайник, она даже не догадывалась, что это уже не секрет. Вы это читали? И еще чего. Читать чужие записи неприлично. Ольга просила меня забрать его оттуда, если с ней что-то случится. Вот я этого так и не сделала. Ну, теперь сделали. Хотите, я вам чая заварю? На травках. Я у Оленьки всегда его делала. Спасибо. Я пойду. Ну, это слишком чудовищно, чтобы быть правдой. К сожалению, вероятно, такое бывает. Вы не видели моего мужа? Нет. Мне кажется, я видела их в доме с Агнией. Ну, конечно. У вас не жизнь, а сплошные кошки-мышки. Между прочим, это не ваше дело. Ну, почему же? Вы ревнуете Филиппа даже к собственной сестре. А ревность – страшное чувство, оно толкает человека на преступление. А это вы верно подметили. А вот это уже чересчур. Мне надоело, что меня все подозревают и обвиняют в этом доме. Вот вы. Вы частный детектив. И я вас нанимаю, чтобы вы, наконец, нашли настоящего убийцу у этой чертовой Вероники. даже если им окажется Филипп. Ой, извините. А вы… Вы кто? Я? Я Яна. Вы меня не знаете. А вы? Я муж Агнии, Леонид. А, Агния. Я помню еще совсем маленькой девочки. Тоже на юбилей приехали? Да, на юбилей. И к Станиславу по делу. Боюсь, ему сейчас не до этого. Да. Понимаю. Не буду вам мешать. Очень приятно. Мне тоже. Раздоравливайте. Спасибо. Спасибо. Карина, вы просто чересчур перенервничали. Поэтому так остро на все реагируете. Посмотрела бы я на вас, если бы вы оказались на моем месте. Я просто хочу убраться из этого чертова дома и обо всем забыть. А где наши очаровательные гости? Вы про Яну? Понятия не имею. Вы боитесь, что опять что-то может произойти? Боюсь. Если здесь идет дележ наследства, вдруг кто-то захочет ускорить процесс его получения. Кто-нибудь, помогите! Что случилось? Стас, что с тобой? Руку поранил. Хотел воды попить и случайный стакан разбил. Антонина! Иду, иду. Ты нас так напугал, папа. Пойдем. Мне надо осмотреть рану. Да, да. А вы где были? Мы вас все уже потеряли. господи. Господи. Что за день такой? Я еще после смерти Риты в себя прийти не могу, а тут... Пап, тебе плохо? Да мне, наверное, уже никогда хорошо не будет. Еще нужно похороны пережить. А... А Леонид где? Он уже пришел в себя. Надо, чтобы Алексей его опросил. А кстати, а где он? А мы мило беседовали с Яной. Здравствуй, Стас. Господи! А ты откуда здесь? Вот, приехала поздравить тебя с юбилеем. Не думала, что придется выражать соболезнования. Глазам своим не верю. Сколько лет мы не виделись. Прости, что долго не приезжала. Ну что ты? Лучше поздно, чем никогда. Вы нас извините. Мы давно не виделись. Нам нужно обо всем поговорить. Филипп, скажи Антонине пусть принесет кофе. А вот от кофе я бы воздержался. Хорошо, согласен. Тогда зеленого чаю. Пойдем. А теперь говори, зачем ты приехал. Только не надо рассказывать сказки про юбилей, подарки и прочее. Хорошо ты меня встречаешь. А что же, летать должен от счастья? На это я даже не рассчитываю. Да, рассчитывать это всегда хорошо у тебя получалось. По крайней мере, ты не ошиблась в своих расчетах. Выбрала себе более молодого, более богатого, более успешного. Я не рассчитывала, я просто влюбилась. Смешно, просто влюбилась. Я как идиот все бросил твоим ногам. Я с женой собирался развестись из-за тебя. Между прочим, с твоей лучшей подругой. Не надо быть. Нет, надо. Я до сих пор не могу себе простить, что может быть из-за тебя. Ольга погибла. думай, будет лучше, если ты уедешь отсюда и больше никогда не появишься на пороге этого дома. Ах, вот как. Ну ладно. Хорошо. Но ты был прав. Я приехала сюда не случайно. Что тебе нужно? Мне нужны деньги. А что ж, твой муж тебя уже не содержит, если ты у бывшего любовника просишь в долг? У меня правда серьезная ситуация, иначе я бы к тебе не обратилась. Интересно послушать. А ты можешь не слушать, а просто дать денег и ничего не спрашивать. Ты меня лишаешь главного. Сатисфакции. Ты меня бросила. Я теперь хочу насладиться твоим фиаско. А там уже подумаю, давать тебе деньги или нет. Жизнь тебя не меняет. Ну ладно. Куда ж ты? Все. Ты меня достаточно унизил. Но тебе же нужны были деньги. Но не такой ценой. Тем более я вижу, что ты мне их давать и ты не собираешься. А ты знаешь, что у вас в доме есть тайник? Что? Ну, хоть чем-то мне удалось тебя удивить. девушка, я бы хотела заказать такси. Не понимаю вас, Алексей. Неужели я без вашего сопровождения не могу повидаться с мужем? Со мной-то безопаснее будет. Кому? Или вы всерьез считаете, что я напала на собственного мужа? Позвольте, я пока свое мнение оставлю при себе. Хорошо. Ну, по крайней мере, в нашу комнату. Он может перейти? Нет, вставать ему еще пока рано. Сильное сотрясение. А где Леня? Часов, часу не легче. Куда же он мог деться? Леонид? А что это вы тут делаете? Я теперь не сомневаюсь, что Стас меня изменяет. Даже не хочу знать, кто она. Я просто подам на развод. Четвертое июня сказала о разводе мужа. По его реакции поняла, что он очень напуган. Еще бы. Он же тогда лишится всего. Выкручивался как мог. Это он умеет. Но он меня прекрасно знает. Предательство я не прощаю. Пятое июня у меня просто не укладывается в голове. Это чудовищно. Неужели он способен на такое? Черт. Не может быть. Ну, теперь ясно, кто все это сделал. А мы тут голову ломаем. Вот он, убийца. И сам себя по башке шарахнул. Именно так, чтобы отвести от себя подозрения. Думаю, не стоит торопиться с выводами. И все-таки, Леонид, может быть, расскажете нам, что вы делали в комнате Станислава Михайловича? Я пришел, чтобы с ним поговорить. И поэтому залезли через террасу и стали рыться в его тумбочке. Не надо иронизировать. У меня действительно был к нему серьезный разговор. Ну, что ж, тогда стоит позвать Станислава Михайловича. Одну минутку. А Станислав Михайлович не у себя? У вас что-то случилось? Нет, ничего. Просто уезжаю. Так неожиданно? Почему неожиданно? Я и так здесь незваный гость. В доме произошла трагедия. Ни с кем проститься не хотите? Меня ждет такси. Тогда подождите меня, пожалуйста, у машины. Я только позову Станислава Михайловича. Хорошо? Хорошо. Лень, пока тут нет нашего детектива, может, ты скажешь, что ты искал в комнате Станислава Михайловича? Какие могут быть вопросы? Конечно же, деньги. Что за бредовая идея? Отцу, что делать больше нечего, как хранить свои капиталы в тумбочке. Впрочем, чего еще можно от тебя ожидать? Посмотрите на нее, как она его защищает. А что, может быть, ты придумала с ним разводиться? Что? Что слышал? Что здесь происходит? И почему вы так кричите? И все-таки у вас что-то случилось. Да. У меня большие неприятности. Я могу чем-то помочь? Может быть, но я не хочу говорить об этом здесь. Я могу приехать, куда скажете. Хорошо. Кафе в паре километров отсюда, знаете? Да, да, я найду. Часа через два, я вас там буду ждать. Договорились. Угу. Ну, где ж вы ходите? Пойдемте скорее наверх, а то они просто поубивают друг друга. Вот теперь, когда все успокоились, мы можем спокойно все обсудить. Сколько можно обсуждать? Ответьте хотя бы на один вопрос. Кто убил Веронику? Да! И кто покушался на Леонида? И в конце концов, кто убил Риту? Ну, вот с конца мы, пожалуй, и начнем. Итак, мы с вами обнаружили тело Вероники, а рядом с ним застывшую в ужасе Карину. И здесь возникают две простые версии. Либо Вероника упала сама, либо ее столкнула Карина. Причем у Карины были мотивы. Что? И на этом можно было бы остановиться, если бы не одно «но». вот. Это метка от автомобильной сигнализации. Без нее не заведется машина. Я нашел это в комнате Станислава Михайловича. Из всех присутствующих таким приспособлением пользуются только двое. сам хозяин дома и Леонид. Метка Станислава Михайловича у него. А ваша где? Моя… Сейчас, сейчас. Что вы на меня смотрите? А мы ждем ответа на вопрос. Что вы делали в комнате Станислава Михайловича? Я же вам сказал, я хотел с ним серьезно поговорить. Нет, не сейчас. В первый раз, когда мы обнаружили Веронику. Именно после этого я там нашел эту улику. Это ты убил мою девочку! Тихо, Стас, успокойся! Станислав Михайлович, вы очень близки к истине, Станислав Михайлович. Леонид действительно хотел серьезно поговорить с Вероникой. Пользуясь тем, что почти все находились на веранде, он тайком поднялся к ней на балкон и застал девушку врасплох. Она в ужасе выбежала из комнаты. Леонид погнался за ней, набросился. У них вышла ссора, во время которой девушка оступилась, упала с крутой лестницы и сломала себе шею. Пользуясь всеобщей суматохой, вы незаметно вернулись в бывшую детскую комнату и разыграли там сцену, как вы якобы приходите в себя. Это всего лишь ваши домыслы. Ну почему? У меня есть свидетель. Интересно, кто? Я. И ты молчала. Меня тут в убийстве обвиняют, а ты? А мне помнится, ты обвиняла меня в убийстве отца и мужа? Ну, каково это, побывать в роли подозреваемой? Да ты… Дамы, дамы, все. На сегодня достаточно. Что ты делал в комнате? Зачем ты туда полез? Мне крайне неприятно об этом говорить, но Вероника и Леонид были любовниками. Причем давно. Этого не может быть. Ты знала об этом? Да. Но не сразу. Именно Леонид привел Веронику к нам на фирму. Ваша невеста все время обманывала вас, Станислав Михайлович. Но зачем ей нужно было это? Они договорились с Леонидом, что Вероника выкрадет для него кое-какие важные документы. Какие документы? Этого я не знаю. Но у Леонида не было к ним доступа. А у Вероники… Так ты меня еще и обворовывал. Ну, к счастью, этого не произошло. Вы неожиданно сделали девушке предложение, и Вероника решила, что вы куда более выгодная партия, чем Леонид. И отказалась выполнять его просьбу. Между любовниками вспыхнула ссора, которую я и подслушала, Агния. Это как понимать? О чем ты меня просишь? Послушай, скоро у меня будут большие деньги. Большие деньги тоже заканчиваются. Ага. У тебя ведь нет своего дела? И наследство, как я понимаю, тебе никто не оставит. Так ты решила на наследство меня променять? А я? Я же для тебя на все был готов! Агнию бросить! С работы уволят! Для кого я дом в Ницце покупаю? Я уже аванс проплатил! Умоляю тебя, девочку, брось ты этого старикана! Зачем он тебе нужен? Скоро я получу большие деньги… Деньги получишь ты, от документа должна воровать я? Прекрасно получается! Чуть что ты у нас не при делах и первый же от меня открестишься! Ты с ума сошла! Да знаю я вас, мужиков! Вы только о своей выгоде и думаете. А мне нужно подумать и о своей. Так что, Ленечка, жениха я своего обворовывать не стану. И буду жить с ним, как это говорится, и в горести, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Я надеюсь, что ждать этого придется не слишком долго. Ах ты сволочь! Ну погоди, я твоему мужу правду про тебя открою! Только попробуй. Да, я слышала о документах, но не знала, что именно они имеют в виду. Это я залезла в сейф в кабинете отца и думаю, что нашла то, что их интересовало. Конечно, я не стала брать эти документы, я их просто сфотографировала. А теперь я хочу спросить тебя, папа, каким образом в твоем сейфе оказалось свидетельство о смерти нашей мамы, выданное через год после того, как мы ее похоронили. Конечно, я уверена, что Леонид хотел тебя шантажировать, чтобы получить деньги. А я хочу узнать правду. И я тоже. Простите меня, родные мои. Я надеялся, что вы никогда об этом не узнаете. Все было ужасно. Ольга была очень больна. Болезнь очень быстро прогрессировала. Вначале это был бред, мания преследования, какие-то страхи, подозрения. А вскоре это переросло в дикую агрессию. Ну, помните, у нас была кошка, Симочка, наша любимица. Ольга в порыве гнева ее зарезала. А потом едва не убила меня. Я чудом увернулся от ножа. Я вызвал врача. Мне сказали, что у нее острый психоз, болезнь, к сожалению, неизлечимая. Я решил оградить вас от этого. Я понимаю, что поступил очень жестоко. Я не представлял, как вы будете жить, зная, что ваша мать сумасшедшая. Я устроил ее в хорошую клинику. Все время перечислял туда деньги. Она ни в чем не нуждалась. А для вас она умерла. Тебе плохо? Мне голова что-то разболелась. Пойдем, пойдем. Я отведу ее в комнату. Вы даже не представляете, что мне пришлось пережить. Простите меня. Я не мог поступить иначе. Я хотел, чтобы вы были счастливыми. Простите, но я вернусь к теме нашего разговора. Леонид искал совершенно другие документы. Он не собирался никого шантажировать. Он хотел выкрасть секретные бумаги Станислава Михайловича и продать их за большие деньги. Когда Вероника отказалась их выкрасть, он стал угрожать ей, что расскажет об их отношениях Станиславу Михайловичу. Загнанная в угол Вероника решила убить бывшего любовника. Значит, Леонид сам искал документы в комнате Станислава Михайловича? Нет, на это он не надеялся. Он искал телефон Вероники. Что? Зачем он мне нужен? А чтобы стереть свои сообщения. Извините, я не буду их зачитывать, они слишком интимного характера. Я понимаю, как вам неприятно все это слышать. Все преступления совершаются из-за любви или за денег. Вы говорили про документы, которые искал Леонид в комнате. Станислав Михайлович, может вы сами и расскажете, что хранится в вашем сейфе? Да, новейшие разработки. Мое изобретение может перевернуть науку. Конечно, его нужно еще дорабатывать, но когда мы его внедрим, оно даст баснословные деньги. В общем, Леонид играл по-крупному. Он собирался сорвать куш и уехать вместе с Вероникой. Выходит, что он не убивал Веронику. А это действительно был несчастный случай. Как же я тебя ненавижу. Верю. Да, ты сдала меня по полной программе. А ведь когда-то я тебя очень сильно любил. Не говори ерунду. Ты женился на моих деньгах и на карьере. Это у меня в Саранске была карьера. А здесь я стал офисным планктоном. И все в компании считали, что меня держат только потому, что я зять президента. Ни денег нормальных, ни дела. И каждый раз нужно было твоему папе в ножки кланяться за то, что он меня провинциала облагодетельствовал. Ну да, да. Сами мы люди не местные. А что же ваших детей все к плебеям-то тянет? А? Может быть, с вашей белой костью не все в порядке? Да как ты смеешь? Дайте мне хоть раз правду сказать. Да, я любил вашу дочь, но я устал постоянно присмыкаться. Мне надоело постоянно что-то из себя корчить, чтобы соответствовать вашему высокому уровню. И вся эта ваша фальшивая светская жизнь стала мне поперек горла. Прости, дорогая, мне стало как-то не до любви. Вечно приходилось самоутверждаться. И да, кстати, я правда хотел увезти Нику. Но она, дурочка, как и я в свое время, выбрала в итоге более сладкую жизнь. Кому ты хотел продать мои разработки, крыса? А я могу назвать имя этого человека. Это Борис Сергеевич. Боря? Ведь именно ему Леонид собирался продать украденные документы. Боже мой! Да лучше бы я не просыпался, а умер от этого сердечного приступа. Надо ж. В один день потерять все. А вы знаете, я, наверное, знаю, почему он так сделал. Мы дружили со школы. Я, Николай, отец Кирилла, и Борис. Когда мы затеяли с Николаем наш бизнес, Борис очень хотел к нам присоединиться. Но мы решили, что он не потянет. Из него вышел прекрасный врач. Но... Я думаю, что он мне всю жизнь завидовал. Ну вот. Теперь я потерял и друга. Я не хочу его больше видеть. Простите, но в интересах расследования, которое я веду, Борис Сергеевичу лучше остаться. Вы хотите, чтобы я скрывал все то, что знаю про его грязный замысел? Я понимаю, это трудно и неприятно, но для дела нужно. Ну хорошо, я попробую. А что мне делать с твоим мужем? А он мне больше не муж. Я с ним развожусь. Ну тогда я вызываю полицию. Вот этого, пожалуй, делать не стоит. Тогда придется рассказывать полиции обо всем, что происходит в этом доме. Пожалуй, вы правы. Я бы выгнал его к чертовой матери. Но пока не будет раскрыто убийство Маргариты, я, к сожалению, этого сделать не могу. Уже можете? То есть, я могу покинуть весь этот серпентарий? Поезжайте. Удачи! Погодите, вы хотите сказать, что знаете имя преступника? Возможно. А где мой телефон? Он только что здесь лежал. Яна? Яна? Вот уж не ожидал еще раз вас увидеть. Да, я вас, признаться, тоже. Сбежали? Сбежал. А вы-то что уехали? У меня были на то причины. Понимаю. У меня действительно большие проблемы. Выключен. Я ничего не понимаю. Он точно был тут. Даже не начинай. Сейчас придет наш детектив и найдет ваш телефон. Бред какой-то. Накрутил всех и исчез. Вы о ком? Конечно, о нашем детективе. А по-моему, он ничего не выяснил. Просто тянет время. Ну что, полагаю, вы меня уже заждались? Да как бы вам сказать, чтобы не обидеть? Я понимаю, что не вызываю у вас симпатии. Но что делать? Профессия такая. Давайте начнем сначала. Как вы помните, меня наняла Маргарита, чтобы предотвратить убийство своего отца. Под подозрение попали практически все, потому что от денег Романовского зависели не только дети, но и, так сказать, их вторые половины. После скандала, когда он пригрозил всех лишить наследства, над главой семьи нависла реальная угроза. То есть я сам их спровоцировал? Так думала Маргарита. Поэтому попросила не спускать с вас глаз. Я начал наблюдать за всеми вами. Ну и увидел много любопытного. Он что, идиот? Этот ваш бывший муж? Как раз наоборот. Очень расчетлив. Если я не найду ему деньги, он не отдаст мне дочь. На французский суд я тоже рассчитывать не могу. Потому что у них закон на стороне отца. Да. Мы тут все с Жиру бесимся. А у вас действительно горе. И теперь мне уже никто не поможет. А попросить кого-нибудь? Да, я просила. Это вы про Романовского? Да он скорее удавится, чем в долг даст. С ним по-честному нельзя. Нужно только его же методами. Если бы у вас был какой-нибудь компромат. А у меня есть кое-что. Но это нужно еще проверить. А знаете что? Я вам с удовольствием помогу. Говорить, что нужно делать. Но я уже обратилась за помощью к этому частному детективу. Думаю, ему будет проще разобраться. Но у него сейчас голова другим забита. Вместе мы найдем все, что вам нужно. Хорошо. Мне нужно знать, как погибла Ольга Романовская. Так вы же ушли на самом интересном месте. Оказывается, Ольга умерла позже. Только через год. В психиатрической клинике. Что? На чем это все основано? Нет, 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 нет. Я никого не пытаюсь обвинить. Я просто пытаюсь разобраться. У кого и были мотивы убить Риту, так это у моего мужа. Что же вы узнали? Я до сих пор не понимаю. Почему вы его отпустили? Потому что к ее смерти он совершенно не причастен. Ну, а если работая в фирме он подворовывал денежки, так это, простите, совсем другая история. Мне кажется, вы задались целью уличить именно нас с Филиппом. Мы никогда не желали плохого нашей сестре. А скажите, вы знали, что Маргарита вам не родная сестра? Как это? Простите, Станислав Михайлович. Я вынужден раскрыть вашу семейную тайну. Это Рита вам рассказала? Да. У Агнии был перитонит, и ей потребовалось переливание крови. Маргарита, Агния точно ваша родная сестра? Да, конечно. А что? Дело в том, что ваша группа крови ей не подходит. У вас четвертая, а у нее первая. И что? А какая группа крови у ваших родителей? У мамы была первая, а у отца вторая. А такое бывает? Такого не может быть. У нас с Ольгой долгое время не было детей. Она настаивала, чтобы мы взяли малыша из детдома, но я был против. Думал, что никогда не смогу полюбить чужого ребенка. Но однажды утром жена обнаружила на крыльце дома новорожденную девочку. Я хотел отвезти ее в дом малютки, но Ольга даже слышать не хотела об этом. В результате мы удочерили ее, назвали Маргаритой. А спустя два года у нас появились свои дети. Я всю жизнь чувствовал свою вину перед Маргаритой. Поэтому старался ей дать все самое лучшее. Выходит, можно предположить, что ваши дети ревновали вас к Маргарите. Да мы больше к маме ревновали, чем к отцу. Это верно. Ольга действительно любила Маргариту больше, чем родных детей. Хорошо еще, что она не дожила до ее смерти. Господи, за что же нам такое? Пап! Пап! Тебе нужно принять лекарства. Я принесу. Да, да. Я же… Пап! Ничего, ничего. Как раз в последней своей записи Ольга говорит об этой психиатрической клинике. А, вот. Стас не знал, что я дома и разговаривал совершенно спокойно. Как будто речь шла о какой-то вещи. Он собирался меня упрятать в психиатрическую клинику. Мерзавец. Я сейчас еду туда. Это недалеко, всего каких-нибудь тридцать километров от нас. Я выведу его на чистую воду. И вы думаете, что мы туда сейчас приедем и они тут же выложат нам всю информацию? Тем более, столько лет прошло. Вот именно, прошло столько времени. Угу. Естественно, правду мне никто не скажет. Ну, может, мне удастся найти людей, которые работали тогда в этой клинике. Я не сомневаюсь, что Ольга была абсолютно здоровой. Это Стас. Это он убил ее. Давай. Ничего, ничего. Мне уже лучше. Извините, что доставил вам столько неудобств. Алексей, вы можете продолжать. А я хочу спросить. Какое отношение к убийству Риты имеет то, что она была приемной дочкой в семье Романовских? Самое прямое – это тайна стала роковой жизнью Маргариты. И если бы она знала правду, возможно, ее жизнь сложилась бы совсем иначе. И, скорее всего, она сейчас была бы жива. Вы что, хотите меня обвинить в этом? А как же тайна усыновления? Нет. Я пока никого ни в чем не обвиняю. Тот день, когда Маргарита узнала о себе правду, стал самым счастливым в ее жизни. Но она ни с кем не спешила поделиться этой радостью. Кроме одного человека, для которого эта информация тоже была крайне важной. Еще совсем недавно его подозревали в связи с Вероникой. Хотя любил-то он совсем другую женщину. Правда, Филипп? Именно ее вы рисовали, когда мы встретились с вами на берегу. Так может рисовать только очень влюбленный мужчина. Господи. Да, я любил Маргариту. И мы были бы вместе, если бы не ее смерть. Я не понимаю, Филипп. Ты что, ты не в себе, да? Елки-палки. Отношения между ними всегда были очень теплыми. Чтобы не терзаться понапрасну, они решили больше не видеться и попробовать устроить свою личную жизнь отдельно друг от друга. Поэтому Филипп женился на Карине, а Маргарита, вернувшись из Лондона, вышла замуж за Кирилла. Филипп. 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 Господи. Какой я идиот. А вы, Кирилл, как я понимаю, давно подозревали, что у вашей жены кто-то есть. Более того, вы поделились своими подозрениями с Филиппом. Вы же не знали, что он и есть этот кто-то. А я как раз перед этим встретился с ним на кухне. Не желаете присоединиться? Да нет. Мне, если сейчас еще и виски, утром у меня будет помятый вид. А я, пожалуй, выпью. О, Филипп, давай выпьем. Я ведь давно подозревал, что у нее кто-то есть. У кого? У моей жены. Вернее, теперь сказать, бывшей. Рита со мной разводится. Это что, она сама тебе сказала? Да, сказала, что не любит меня. Видимо, никогда и не любила. Ну и что ты собираешься делать? Уехать куда подальше. Ведь она мне с самого начала врала. Я ее любил, а она о разводе думала. Зачем эта свадьба? Зачем это все? Сказала бы сразу все как есть. Если бы ты знал, как я ее сейчас ненавижу. Ненавижу. Сразу после этого разговора он зачем-то выходил на улицу. Причем камера наблюдения это зафиксировала, а от меня он этот факт почему-то скрыл. И тогда я начал подозревать его в убийстве Маргариты. Господи, да я... А потом я понял, что он просто не может успокоиться от известия, что Маргарита разводится с Кириллом. Человек он эмоциональный, а счастье было так близко. Я не говорил об этом, потому что не понимал, какое это могло иметь значение. А вы-то, Кирилл, этого никак не ожидали. Чтобы вас, такого красивого, богатого, сильного, вдруг бросила жена. Шокирующее известие, не правда ли? И что? Сотни людей разводятся. Разводятся. Но для вас это был настоящий шок. И вы подумали, да лучше бы ты умерла. И решили ее убить. Кирилл? Да, Кирилл. А ты что, хотел увидеть своего английского дружка? Мне надо поговорить с тобой. Сейчас? Да, прямо сейчас. Давай не будем устраивать скандал, у всех на виду. Прошу. Вот здесь вот устроит? Вполне. Я просто хочу расставить точки над «и». Я тоже. Да вы с ума сошли? Действительно, это уже слишком. Конечно. Уязвленное самолюбие – это мотив крайне зыбкий. Но мы, кажется, забыли об аудиторской проверке. Помните, Рита обнаружила, что из фирмы уходят крупные суммы? Вы же сами нас убеждали, что это делал Леонид. Леонид – мелкая сошка. Его махинация – это детский сад. А вот крупные офшорные счета – это серьезно. Что вы хотите сказать? Только то, что ваш зять обворовывает вашу фирму. Если ты сейчас не заткнешься, разбрасываться такими обвинениями. Да я бы никогда не решился, если бы у меня не было вот этого. Это ровно те бумаги, которые Леонид искал в комнате Маргариты, а нашел их я. И эти бумаги Маргарита собиралась после юбилея передать вам, Станислав Михайлович. Признайтесь, Кирилл, этого вы боялись гораздо больше, чем развода. И это основная причина, по которой вы утопили свою жену. Это лоз! Станислав Михайлович, я этого не делал. А вот теперь отпираться абсолютно бессмысленно. Да что же это такое, а? Друзья! Вот что я нашел возле бассейна. Это ваше? И эта вещь оказалась там, у бассейна, в ночь убийства Маргариты. И не стоит придумывать причины, как это у вас пропало. Потому что там был еще один человек возле бассейна. И этот человек все прекрасно видел. Я хочу знать, кто этот человек. Скоро узнаешь. Сразу после того, как я расскажу про твои махинации с деньгами отца. Что? А что ты думала, это никогда не вскроется? Да я тебя, ты знаешь... Это я во всем виноват. Ну, а что ты, пап? Я ему отдал свою девочку. Почему я не слушал Николая? Он никогда не доверял своему сыну. Ты хочешь сказать, что Кириллу была выгодна смерть отца? Что ты? Просто она случилась. Очень вовремя. Если б я тогда знал. Ну, папочка. Нашли. Все машины на месте в гараже стоят. Неужели пешком ушел? Вполне возможно. До шоссе рукой подать. Поймал попутку и в город. Значит, надо полицию вызывать. Другого выхода нет. Папа, а мы теперь можем отсюда уехать? Вы достаточно терпелись. Не хочу вас больше мучить. Стас, если хочешь, я останусь. Вот кого уж точно не хочу здесь видеть, так это тебя, Борис. Борис, я все знаю. И про твои махинации с Леонидом, и про то, что ты хотел купить у него мои разработки. Как ты мог меня предать? Как же так, Борис? Неужели это правда? Пойдем со мной. Я тебе после все объясню. Действительно, пора ехать. Ты остаешься? Поеду с тобой. Мы же еще не договорили. Тогда нужно собираться. Карина, ты не могла бы меня подвезти, а то я без машины осталась. Конечно, подвезу. Ты прости меня, я была не права. Ну, наверное, Бог меня за это и наказал. Да ладно, что уж там. У меня характер, знаешь ли, тоже не сахар. Что ты теперь собираешься делать? Как что? Разведусь. И начну все с самого начала. Я тоже начну все сначала. Только с Филиппом. Я вас поняла, но, к сожалению, главврача сейчас нет на месте. Очень жаль. А вы давно здесь работаете? Три года. А, я могу поговорить с кем-то, кто работает в этой клинике давно? Лет пятнадцать. Так долго только директор клиники. Вот он. Бондаренко Олег Васильевич. Но его сейчас нет. Он уехал на пару дней. Наверное, я не имею права об этом спрашивать, но мне кажется, вы не просто так занимаетесь этой историей. Да, это правда. Мы с Ольгой были подругами. А-а-а. А потом я ее предала. Извините, меня это не касается. Да нет, мне тоже как-то тяжело отдержать все это в себе. Мы были любовниками со Стасом. Не может быть. Да, это правда. Я ничего не могла с собой поделать. Ненавидела себя. И все равно продолжала с ним встречаться. А потом вдруг он сказал, что хочет развестись с Ольгой. И жениться на мне. Но тут уж я не смогла смотреть ей в глаза. А она не понимала, почему я перестала приезжать к ней. Тогда вы решили уехать? Да. Да. Т лица. Т лица. Т лица. Т лица. Проклятье! Должен быть с минуты на минуту. И все же, я бы так не рисковал. Это единственный выход. А потом вы же будете меня страховать. Как только он подъедет, я нажму на вызов, и вы будете слышать все, что происходит в машине. А потом я включу диктофон. Но мы же можем вместе. Тогда он может соскочить. Он должен чувствовать свою абсолютную безнаказанность. Вот и вот. Так, все, я пошла? Черт! Так получилось. Я не стала вас ждать. В общем, я узнала все, что хотела. А вас я попрошу найти одного человека. Какого человека? Бондаренко. О.В. Интересно. А вы отчаянная женщина. Признаться не ожидал. Спасибо за комплимент. Так вы возьмете за это? А вы сами-то знаете, кто такой этот Бондаренко? Директор психиатрической клиники. Ну что ж, я вижу, вы времени даром не теряли. А если вам все про него известно, чего же вы от меня-то хотите? Я хочу знать, кто вам платит. Угу. Вот как. Ну, я вам расскажу. Только для этого нам нужно будет вернуться обратно. Глубка. Ну, вот теперь все. Не думаю. Что с ней? Да все нормально с твоей Яной. От этого еще никто не умирал. Очнется, через час будет как новенькая. Это ты убил Маргариту? Нет. Это ты был рядом с ней у бассейна. Ты ведь тоже тогда был у бассейна, а не Антонина. Верно? Я хочу знать, кто этот человек. Скоро ты все узнаешь. Ну, за что ты так со мной? За что? Да что? Маргарита, давай руку! Руку! Давай руку! Вылезай скорей. Ты в порядке? Кровь. Сейчас. Стой здесь, я аптечку принесу. Все будет хорошо. Ты быстро сообразил, как можно использовать ситуацию и подставить меня. Кто тебе поверит? Маргарита? Что случилось? А? Это вы? Мы тут. Ты все продумал. Но полицию не заинтересовал мой потерянный платок. И ты решил спровоцировать меня. Кто тебе поверит без доказательств? Они у меня будут. Как только я вычислю заказчика. Разворачивай машину обратно. Поехали! Ну, ты же не будешь меня убивать сейчас, на ходу. С большим удовольствием. Только мне нужен заказчик этой истории. Ты в порядке? Кажется. Да. Слава Богу, дышит. Помоги. Осторожно. Что с этим? Черт его знает. Слушай, а как ты все-таки сообразил, что он не тот, за кого себя выдают? Когда тебя так классически подставляют, соображать начинаешь очень быстро. Когда он сказал, что есть свидетель, я понял, что это подстава. Ведь Антонина могла сказать под принуждением все, что угодно. А почему ты сразу не рассказал об этом всем? Я получился бы главным подозреваемым. Как доказать, что я тут ни при чем? И потом, я подумал, что когда она осталась одна, она потеряла сознание и утонула. Ну, тогда понятно. Нужно вызвать скорую. Он мертв. Как же мне теперь вычислить заказчика? Алло, скорая? Тут человек разбился. Где? В сороковой километре Минского шоссе. Да я просто мимо проезжал. Погоди. Когда наш детектив выдвигал версии, кого из присутствующих ни разу не было в списке подозреваемых? Подозреваемых. Бориса Сергеевича. Точно. Все сходится. Он хотел выкрасть изобретение тестя и чужими руками убрать конкурента. Как я сразу не догадался. Мне нужно кое-что рассказать. Что? О моих отношениях с Борисом Сергеевичем. Он действительно просил меня достать эти чертовы бумаги, которые хранил у себя наш тесть. За это он обещал мне круглую сумму. С этой целью мы инсценировали покушение на меня. Чтобы у меня была возможность заняться поисками и оставаться вне подозрений. Надо его куда-то перенести. Что у вас там? Наша бывшая детская. Отлично. Помогите. Ну, а остальное ты знаешь. Да у меня и в мыслях не было, что планы Бориса Сергеевича так жестоки. Бедная Рита. Давай-ка Яну отнесем в машину. А с этим скорая разберется без нас. Антонина! Никого ко мне не пускать. Я занят, я плохо себя чувствую, никого не хочу видеть. Да, принеси мне кофе в гостиную. Заперто. Боюсь, как бы мы не опоздали. Пойдем. А как же Яна? Она же до сих пор не пришла в себя. Тем более ей нужен доктор. А кроме Бориса Сергеевича, у нас других вариантов нет. Дай туда. Борис Сергеевич, там яния плохо. А она-то здесь, как оказалось. Все потом. Идемте скорее. Спасибо, Антонина. Это вы? Почему вы вернулись? Что с ней случилось? Можно подумать, что вы не знаете. Что я знаю? О чем вы? Я за саквояжем. Руки! Что? Доставайте медленно, чтобы я все видел. Что тут вообще происходит? Леонид, что вы делаете? Кирилл сказал, что он сообщник нашего детектива. Вы что, с ума сошли? Я вам еще раз говорю, что все ваши просьбы будут напрасны. Я никогда не прощу предательство Бориса. Я пришла говорить не о Борисе. Я пришла говорить о вас. А что? Что за чушь? Я прошу вас, уходите. Вы же велите меня сейчас не до ваших излияний. Нет. Я не уйду. Пока не выскажу вам все. Я пришла, чтобы обвинить вас в том, что вы убили своего компаньона Николая Комарова. Присвоили себе его гениальное изобретение. А когда ваша дочь заподозрила вас в этом, вы избавились от нее. Кто вас призлал? Испугались? Вероятно, точно так же вы были напуганы, когда Маргарита пришла и спросила вас, почему вы выдаёте изобретение Комарова за свое? С чего ты взяла? Мезатулуол – это мое детище. И я никому не позволю упрекать меня в нечистоплотности, даже своей дочери. Но я же сама все слышала. А что ты слышала? Год назад, когда я приезжала сюда из Лондона, к тебе как раз заехал Николай Алексеевич Комаров. Вы разговаривали в кабинете, и тогда я впервые услышала об этом в Мезатулуоле. Комаров убеждал тебя, что с помощью этого изобретения можно заработать сумасшедшие деньги. А ты его высмеял, помнишь? Но Комаров был уверен в успехе. И еще добавил, что он добьется своего через год. Но через год Комаров погиб. А вот сейчас я узнаю, что, оказывается, Мезатулуол открыл ты. Как это понимать? Я не обязан отвечать на дурацкие вопросы. Тебе там что-то послышалось, и ты решил выставить меня вором? Папа, я хочу, чтобы ты мне все объяснил. Иначе… А что «иначе»? Сейчас вернется Кирилл, и я ему все расскажу. Через месяц он вступает в права наследства, и это изобретение должно принадлежать ему. Да рассказывай хоть папе римскому. Кто тебе поверит? Потом я хотел бы посмотреть на того и у Кирилла, когда он узнает, с кем спала его жена. С родным братом. Но это неправда. Ты этого не сделаешь. Почему? Ты же голословно обвиняешь меня во всех смертных грехах. Может, еще скажешь, что это я Николая убил? Может быть. Вы затаились на время, но мысль избавиться от Маргариты вас не покидала. Занятная история. Вы ее сами придумали или кто рассказал? Маргарита перед смертью рассказала об этом Борису. Не надо туда входить. Это он. Моев отца. Да. Простите, я вас во всем подозревал. Знаю. Мне Леонид рассказал. Какой же я был дурак. Слушайте, вы же не станете отрицать, что моя дочь хотела меня убить. И все из-за этого проклятого наследства. Узнав, что она ищет частного детектива, я подкинул ей информацию о частном сыщике, роль которого согласился сыграть мой старинный приятель. Да. Вы переиграли свою приемную дочь. Но Маргарита не стала бы вас убивать. Борис Сергеевич, вы ведь все втроем дружили. Почему папа создал фирму только с отцом Кирилла? А вы что, с ними не захотели? Это непростая история. Но я хочу поговорить с вами о другом. Я знаю, что Алекс не тот человек, за которого себя выдает. Я слышал ваш разговор с ним. Вы наняли частного детектива. Неужели вы серьезно думаете, что кто-то хочет убить вашего отца? А вы что, считаете, что на это нет причин? Честно говоря, их предостаточно. Вы наняли Алексея для того, чтобы обеспечить себе алиби. Иначе зачем было говорить Кириллу о разводе именно сегодня? Вы должны были остаться одна. Именно здесь. А когда все заснут, вы незаметно пробираетесь по террасе в комнату отца и... Я думаю, у вас нет пистолета или тем более ножа. Скорее всего, таблетки, которые он принимает постоянно. Надо просто заменить флакон с лекарством на точно такой же, но уже с другим содержимым. Как вы догадались? Я вам не враг и никому не хочу рассказывать об этом. Но я не позволю, чтобы этот человек умер просто так, не ответив за то, что сотворил. К сожалению, всего я вам пока не могу сообщить, но поверьте, он заслуживает гораздо большего наказания, чем смерть. Такие таблетки папа принимает утром и вечером. Я просто подменила их. Можно я их заберу? Трогательная история. Дочь пожалела отца. Послушайте, почему я столько времени должен терпеть этот бред? А потому что вам интересно, что еще я о вас знаю? А главное, откуда? Вы слишком самоуверенны. Нисколько. Я знаю о вас больше, чем вы можете предположить. Вы разыграли для нас с Алексеем грандиозный спектакль. Жаль, что мы поздно это поняли. И Алексей успел убить Маргариту. По вашему указанию. Уже и Алексеев в убийце записали. Не мы. Вы. Борис, все слышим. Все прошло блестяще. Слушай, может тебе в актеры податься? Еще шутите. Я серьезно. Так вжиться в образ детектива, что даже Маргарита в тебе не усомнилась. Думаю, что усомнилась. Не зря же она упоминала про Яну, про дневник вашей Ольги. Проверяла меня, провоцировала. Никакого дневника-то так и не нашлось. Ну и что? Эта стерва сама хотела меня отравить. Ну ничего. Теперь все чисто. Кирилл в бегах. А что делать с Яной? Ну, съездил, знай. Но никакого криминала. Она теперь барышня заграничная. Я ей, если что, потом денег кину. Чтобы она побыстрее убралась в свою Францию. Ну и раз уж заговорили про деньги, надо бы наш договорчик поправить. А что тебе непонятно? Мы же договорились. Завершим работу над мезотелуолом, проведем в твоей клинике исследований вперед. Сорок процентов твои. Пятьдесят. Во как. Аппетиты растут. Риски, дорогой партнер. Риски. Ну пойдем обсудим у меня в кабинете. Подслушали выходит. И что? Это ровным счетом ничего не значит. Опять слова. А преднамеренное убийство вашего компаньона тоже ничего не значит. Что? Да вы думаете, о чем говорите? Вы подстроили автокатастрофу, в которой погиб ваш друг Николай в надежде загладить его изобретением и получить миллионы. Но вас ждало разочарование. В сейфе оказалась только часть разработок. Но Романовский никогда не отступает. Вы пригласили лучших химиков, создали отдел, в котором продолжили разработки. никому не доверяя и выдержали документы в сейфе у себя дома. Но теперь Романовский. Это всего лишь никому не нужные бумаги. То есть, как вас понимать? Уже на днях Кирилл вступает в наследство своего отца Комарова Николая. И изобретение будет передано ему, как законному наследнику. Очень смешно. Только Кирилл пойдет под суд за убийство моей дочери. То, что вы его подставили, будет очень легко доказать. Ведь деньги из фирмы уводил не Кирилл, а вы, Станислав Михайлович, Станислав Михайлович, вы намеревались избавиться от зятя, потому что он захотел взять свою долю из фирмы. А вам нечего было ему отдавать. Все-таки какая бурная у вас фантазия. Только должен вас огорчить. Изобретения нет. Работы пока не завершены. И передавать законному наследнику, как вы говорите, пока нечего. А вот тут я вас разочарую. Незадолго до смерти Николай написал Борису письмо. Поделился своими опасениями. Он уже тогда подозревал вас в махинациях со счетами фирмы. Разработки помеза Тулоула близились к концу. И Николай решил их разделить. Одну часть, которую вы украли, он поместил в сейф, а другую в банковскую ячейку. И сообщил Борису, где находятся ключ и код. Мне стоит испугаться. Думаю, да. Потому что на руках у нас теперь полная версия разработок. И, к счастью, Агния, сама того не подозревая, вместе со свидетельством о смерти вашей жены сфотографировала на телефон и украденные вами документы. А Борис их скопировал. Не может быть. Этого просто не может быть. И все, все, хватит. Убирайтесь вон из-за моего дома. Да вы просто сумасшедшая. К счастью, нет. Хотя тебе бы очень этого хотелось. Что? Ты даже похоронил меня. Два раза. А я выжила. Назло всем. А главное, назло тебе. Ольга. Да. Это я. Но я лично читал свидетельство о смерти. Но не мне тебе рассказывать, как это делается, когда есть деньги. Но твое лицо, оно моложе, чем должно быть. Господи, как же я не узнал тебя. Я постаралась. Пластическая операция. Лица. Операция на голосовые связки. Парик. И перед тобой совершенно другая женщина. Ты не могла оттуда одна выбраться. Да. У твоего друга не больница, крепость. Но, к счастью, нашелся человек, который мне помог. Он вытащил меня из этого ада. Борис дождался, пока тебя и твоего друга не было в стране. Ты был на Мальдивах с любовницей. Подкупил персонал, организовал мою смерть и подменил тело в морге. Когда ты меня хоронил, нас уже не было в стране. Это Борис мерцается. Не смог мне простить, что ты предпочла меня. Он мне всю жизнь завидовал. Не суди по себе. Борис меня любит. Да мне стоит сделать. Один звонок. Видишь, снова, окажешься там, где была все эти годы. Алло. Кто это? Он вам больше не поможет. Отвечать вам за все придется одному. Я закончу дело отца. Новое изобретение будет носить его имя. вон. На, возьми. Это тебе поможет. Тебе еще рано умирать. Что? Борис! Борис! Валя, с тобой все в порядке? Да. Посмотри, что с ним. Он мертв. Скорее всего, инфаркт. Я поздно дала ему лекарства. Что за лекарства? Ты их пила? Нет. Слава Богу. Это те таблетки, которые мне дала Маргарита. Есть на свете справедливость. Если бы он не отравился, я бы сам его убил. Не представляю, как ты все это вынесла. Я старалась ничего не помнить. Просто играть роль. А сейчас? А сейчас вспомнил. Боже, как я волновался за тебя. Мама! Мама! Этого не может быть. Все будет хорошо, Оленька. Все будет хорошо. Оленька! Продолжение следует...